Братья-месяцы В этот день христиане чтут память Григория Чудотворца, епископа Някисарийского, 3 век. На Руси существовал обычай в этот день – закатывать зиму. Все деревни выходили на улицу и катались колесом по снегу, стараясь как можно дальше откатиться от намеченной линии – порога или края горки. Считалось, что чем дальше человек прокатится, тем крепче и снежнее будет зима. А если прокатиться с остановками, то и зима будет такой же – то мороз, то оттепель. Русские крестьяне представляли зиму в образе молодой жестокой красавицы, приходившей в окружении своих подданных – пороши, позюмки, мороза и ветра. Зима ехала на белой и лепегой кобыле и сковывала землю своим ледяным дыханием. Белолицию, краснощекую красавицу, облаченную в белоснежную душегрейку, боится даже нечисть, стоит ей приблизиться, как все злые духи прячутся под землю. И как раз в эту пору северок, холодный северный ветер, внук бога ветров Стребога окончательно вступал в свои права. В этот день праздновалась его встреча. В народе про него говорили – северок ставит ледяные столбы на Руси. Человек за порог, а его с ног сбивает северок. Кувыркаясь по снегу, молодежь приговаривала – колесом от последнего осеннего месяца к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь. Это был окончательный переход от осени к зиме. В народе в этот день за погодой наблюдали и примечали – каков день, такова и зима. Крутой месяц к холоду. В легендах народов севера тоже упоминается могучий северный ветер. У угорских народов Зауралья было распространено поверье о существовании двух ветров – южного и северного. Последний назывался «Луи-вод-ойка» – старик северный ветер, соответствующий Борею. Слово «вод» или «ват» – арийского происхождения. Вата – ветер. Вата – божество ветра. По некоторым сведениям в преданиях, записанных у тех же угорских народов Зауралья, можно найти очень интересные сведения, сохраненные в кратком описании о народе остяцком Григория Новицкого. Со слов хантов он сообщает, что на крайнем севере, близ океана и льдов, есть особый ветер, дующий с севера, кого он находит, всего жестокостью своею объемлет, поражает и убивает. Этот старик северный ветер, по преданиям хантов и манси, очевидно, соответствует также северному ветру скифских традицией Борею. За обиталищем этого северного ветра располагалась страна Гиперборея. Про ветра можно много еще чего интересного узнать, а уж про Гиперборею, она же Арктида, она же Даария, про матерь всей мировой культуры, страну, известную нам из древнейших манускриптов, еще больше. Ищущий и идущий по пути своих велико-мудрых предков, живущий по совести, есть человек ведущий. Ему открыты многие пути и дороги в постижении духовных знаний, а боги всегда помогают ищущим, ведь под лежащий камень вода не бежит. Выбери и ты свою дорогу. Братья-месяцы КОНЕЦ